И какая же должна быть влажность у древесины при работе с эпоксидной смолой? На самом деле нет никакого различия между классической столяркой и работой с эпоксидной смолой при изготовлении столов, столешниц. Влажность дерева должна быть не более 8-9%. Чем это чревато сырое дерево? Нет никакого различия между обычной столяркой и использованием в работе эпоксидной смолы. Дерево, проще говоря, поменяет свою геометрию. И это может произойти и как через месяц, и как через 2-3 дня после заливки прям сразу. Этого можно избежать, если дерево, которое мы используем при работе с эпоксидной смолой, полностью залить, запечатать со всех сторон, как бы законсервировав его эпоксидной смолой. Но если даже где-то останется дерево, оттуда или будет выходить влажность, или попадать в воздух, дерево будет дышать, соответственно, поменяет всю геометрию, его вывернет, развернет, может потрескаться. Основа основ любой столярки – это качественно просушенная древесина. И если вы планируете покупать термодерево, то это делайте недалеко заранее. А покупайте непосредственно перед тем, как вы будете совершать или делать свой проект. Просто дерево может естественным способом набрать влажность даже в мастерской. Некоторые парни, которые продают дерево после камерной сушки, предлагают слэбы с влажностью 4-5%. Очень классно, но просто будет обидно переплачивать деньги за материал, который все равно потом наберет влажность. Поэтому нужно взять это дерево и сработать его прям сразу. И что еще можно сказать? Если вы все-таки сомневаетесь или купили дерево непроверенного производителя и не было возможности проверить его влажность, я каким образом подстраховываюсь? Я обычно на обратной стороне столешницы делаю пропилы, которые снимают напряжение из дерева и в дальнейшем дерево не вывернет и не растрескается. Циркуляркой с обратной стороны делаю вдоль всего дерева пропилы толщиной, глубиной до полутора сантиметров. Можно даже сделать некую такую сеточку, напилить. И после этого заливаю все эпоксидной смолой и дерево уже точно никуда не поведет. Напряжение снято и дерево в таком положении останется зафиксированным. Так что, друзья, основа основ, качественно подготовленное дерево для работы, чтобы вам не было стыдно за свои потом изделия. Всем добра, друзья, обязательно подписан. Ну и всем добра, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok